В актовом зале видновской школы номер 9 аншлаг. Пока зрители собираются, кто-то общается с одноклассниками, кто-то сидит в смартфоне, видимо делится своими мыслями в социальных сетях. Очень скоро эти молодые люди перешагнут школьный порог и отправятся во взрослую жизнь. Эта встреча для них. ДО «Делюсь опытом» это наш новый проект, направленный на общение студентов, уже действующих с учащимися школ, где мы рассказываем им о своем опыте, непосредственно касающегося поступления и выбора профессии и в принципе дальнейшего будущего. Уникальность формата в том, что перед школьниками выступят не преподаватели, а по сути их ровесники старше всего на пару лет, но некоторые уже имеют опыт поступления в ВУЗы. Сегодня предполагается 4 спикера, не включая, а также меня и ведущего. Это будут представители разных институтов московских. Один из спикеров – Даниил Швецов. Он учится в Московском энергетическом институте. Мысль, которую он хотел бы донести до ребят, Даниил формулирует предельно кратко. «Если у вас есть цель, если у вас есть мечта по своей профессии, не надо ничего бояться, надо просто идти к ней и реализовывать все свои идеи, связанные с вашей профессией. То, что вам понравилось. Где вам хорошо и у вас там будет получаться». Организаторы подчеркивают, что цель этой встречи – заставить старшеклассников всерьез задуматься о будущем. Порой, казалось бы, простые вопросы вызывают самую разнообразную реакцию. «Первый вопрос – это я точно знаю, чем я буду заниматься после школы?» «Нет!» Главное, что ребята должны вынести из этой встречи – это неформальный набор правил, которыми стоит руководствоваться при выборе будущей профессии. «Когда человек поступает в ВУЗ не по той специальности и понимает, что это совершенно не то, чем бы он хотел заниматься в жизни, это приводит к огромному разочарованию. И, в принципе, можно просто потеряться и вообще не понять, что же делать дальше». Повестка подобных встреч формируется участниками территориального совета молодежи «Завидное», но внести свою лепту может любой желающий. «Если вдруг у вас есть желание встретиться с кем-то, то вы можете подойти и задать тему следующего разговора, и мы постараемся организовать». Таким образом, проект «После уроков» на протяжении более трех лет не теряет своей актуальности, давая возможность подросткам сориентироваться в современном мире. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Винное ТВ. Спасибо. Продолжение следует...